Всем привет, меня зовут Слава, сейчас мы находимся у Колизея в самом центре Рима, в этом видео пойдет речь о приложениях и сервисах, которые помогут вам сэкономить время и деньги в подготовке к поездке, а также уже в самом путешествии. Так что до встречи. Итак, всем привет, и темой сегодняшнего видео будет то, как значительно улучшить нашу жизнь с помощью определенных сервисов и приложений, когда мы путешествуем за границу. По своему опыту могу сказать, что существуют две огромные проблемы, когда мы путешествуем по миру. Первая заключается в том, как нам оставаться на связи за приемлемые деньги и не потратить огромнейшую часть бюджета тупо на то, чтобы иметь доступ в интернет. А вторая заключается в том, как нам рационально потратить время путешествий, то есть посетить все достопримечательности, грамотно выстроить маршруты, эффективно перемещаться на транспорте и в общем все то, на что мы тратим огромную уйму времени, чтобы узнать специфики того или иного города. И в общем, как обычно, технологии и глобализация могут очень легко решить эти проблемы. Первая сервис, которая позволяет оставаться на связи за границей за приемлемые деньги и не переплатить огромные средства большой четверки, называется DreamSim. А также второй сервис, или точнее искать приложение, которое очень сильно поможет нам в путешествиях, называется GoogleTrips. Давайте перейдем к телефону, там расскажу обо всем в деталях и по порядку. Итак, первый сервис DreamSim, здесь на самом деле все достаточно просто и ничего сложного. Когда мы заказываем карточку через специальный сайт заявку, нам приходит вот такая вот белая сим-карта, без логотипов, без ничего. Итак, мы ее вставляем в телефон, и если у вас Android, айфон не имеет значения, то у нас будет поддержка того, как настроить соответственно сим-карту, чтобы она корректно работала. Если у вас будут какие-то проблемы, такие слова как DNS для вас вообще не знакомы, приложение вам поможет и расскажет обо всем, вот как подетально и шаг за шагом настроить сим-карту, чтобы она работала корректно у вас в любой стране мира и конкретно на вашем телефоне. В общем, здесь нет такого, знаете, когда вставляете новую сим-карту, не знаете, как ее настроить, звоните в колл-центр, по полчаса ждете, вам еле как помогают, вы геморройтесь. Здесь же все достаточно просто, понятно, расписаны все настройки, конкретно у меня на Android сейчас расписано все для Android, на iPhone будет расписано все для iPhone с картинками даже. В общем, достаточно все просто. Когда мы ставили сим-карту, настроили ее, активировали, у нас будет баланс 0 евро. Для начала мы можем пополнить на уже зафиксированную сумму 25, 50, 75 евро, либо на любую другую, например, 10 евро. Вы можете подумать, блин, как-то дорого 25, 50 евро, либо 10 евро, но я могу сказать, что мы были в путешествии в две недели и мне 15 евро хватило с лихвой, у меня еще осталась семерка, здесь мы еще раз пополняли на 5 евро. Какие тарифы? Заходим в тарифы и у нас сейчас Россия смотрим, что 1 мегабайт интернета стоит 1 евроцент, то есть 1 гигабайт у нас будет стоить 1 евро. Давайте введем любую другую страну, например, Германия. Здесь также 1 евроцент стоит 1 мегабайт, звонки, как мы видим, исходящие на местные номера 15 евроцентов. Соединенные Штаты здесь уже будет 2 евроцента, чуть-чуть подороже. То есть логика такая, чем дальше от Европы, тем дороже. Давайте введем Китай, здесь уже будет 2,5 евроцент. В общем, цены достаточно демократичны и, поверьте вам, 10-15 евро хватит лихвой, если вы будете разумно расходовать интернет на небольшие соцсети, либо на карты. В общем-то, в чем прикол DreamSim, из-за того, что у нас есть одна физическая карта, вот она, напоминаю, еще раз вот такая вот беленькая, нам не нужно каждый раз по прилету в новую страну покупать местную сим-карту с их местными симками и тарифами. Возможно, где-то оно будет и дешевле купить местную симку, но, опять же, вы теряете большое количество времени, чтобы найти как раз-таки местного оператора, купить ее еле как-то у местных торговцев. Опять же, не дай бог, у вас там светят настройки, в общем, вы потратите кучу времени и нервов. Здесь же вы просто вставляете симку, она у вас уже настроена, прилетаете в любую страну и связь у вас будет сразу работать. По собственному примеру, мы выехали из Санкт-Петербурга в Хельсинки на автобусе, и на границе уже с Россией и Финляндией я сменил сим-карту, мы выехали, у меня сразу заработала связь, и с Финляндией мы вылетели в Италию, и поприлет у меня связь заработала мгновенно. То есть, при посещении практически любой страны мира, ну или самых цивилизованных стран, а их здесь достаточно много, то есть вот США, Россия, Китая, Бразилия, все у вас будет поддерживаться, вы будете оставаться на связи за хорошие деньги. В DreamSim можно не только пользоваться интернетом, но также и звонить. Здесь есть стройная звонилка, у меня была такая ситуация, что мы были в Италии, заезжали в хостел во Флоренции, и соответственно хостел был закрыт, но был написан номер позвонить, если какие-то проблемы. Соответственно, я позвонил итальянке, мы с ним мило поговорили и решили проблему, и за несколько минут разговора у меня сняли 1,5 евро, если бы я звонил с местной симки, потому что кроме как звонить, я никак бы не мог решить проблему. И вот если бы я позвонил со своей местной симки МТС, я не знаю, сколько с меня списали бы бабла. Если сравнивать с нашими местными операторами, я тут открыл, допустим, МТС, за бугорище, за бугорище стоит 350 рублей в день, и у вас будет работать домашний стариф в мире, но 350 рублей в день, это 5 евро в день, здесь мне на 2 недели хватило 15 евро. То есть если бы я пользовался опцией роуминга от МТС, например, либо Мегафон, неважно, я сейчас посмотрел, у них цены приблизительно равны 349-350 рублей в месяц, я бы потратил мои 15 евро за 3 дня, тут же я их растянул на 2 недели, так я еще и позвонил на местный номер. Сервис топовый, я его очень рекомендую, советую завести, знаете, одну симку на семью, будет вполне достаточно, если у вас тут из родственников уезжать, просто даете им симку, и они пользуются, не нужно будет заказывать каждый раз, потому что при заказе она стоит порядка 5 евро. И в общем-то, если вы собираетесь за границу, и вам этот сервис спреглянулся, я оставлю ссылку в описании, по ней вы сможете получить при заказе через нее дополнительный 7 евро на счет. В общем-то, я в свое время зарегистрировал симку также через реферальную систему и получил, тогда было 5 евро, сейчас уже 7 евро, что хорошо, и если сервис спреглянулся, можете воспользоваться моих вариант, либо любой другой, но опять же, заметьте, что вы получите 7 евро только при условии, если пополните симку, то есть у вас не будет сразу 7 евро, вы пополняете симку, и после этого вам приходит дополнительный 7 евро, так это работает. В общем, здесь достаточно все просто, надеюсь понятно рассказал, заказываете симку, пополняете ее, если заказываете через реферальную ссылку, получаете дополнительные деньги, и при поездке за границу вставляете симку, и сразу на границу у вас уже активируется связь, можете сидеть в мессенджерах, в инстаграме, где угодно. Второй сервис, который я крайне рекомендую для путешественников, это GoogleTrips. Итак, как работает сервис, если у вас почта Gmail, то когда вы заказываете отели, либо билеты на самолет, то все это синхронизируется с вашей почтой и автоматически добавляется в это приложение. В общем-то, так у меня как раз таки синхронизировался Trip to Helsinki, это часть из путешествий, то есть Финляндия, Италия, как я уже рассказывал, но я часть вырезал, вот оставил самое необходимое. Что здесь есть? Во-первых, вкладка Reservations – это весь наш путь от начала и до конца, то есть я заказывал билеты на автобус, на самолет и отели, и у меня по датам все это синхронизируется с почтой и показывается мне в едином Таиланде. Это вообще удобно, например, поездка на автобусе, смотрим, когда, во сколько, откуда, какие места, сразу показывается на карте, очень удобно, пункт отправления и пункт прибытия. Второй, полет на самолете, смотрим, Хельсинки, Рим, нажимаем, смотрим, аэропорт Хельсинки, Фьюмичино, Ром, во сколько, когда, откуда, сколько длится полет. Также здесь уже есть прикрепленное письмо о том, откуда мы покупали эти билеты на самолет, то есть нажимаем, вот письмо, где я купил этот билет на самолет и он у меня автоматически синхронизировался и какие-то будут проблемы, просто могу перейти сюда и все выяснить. Третье, заказываем какие-нибудь отели, смотрим, что чек-ин 14 августа, чек-аут 18 августа, то есть заезд и выезд, сколько ночей, какой номер, письма из сервисов по броне отелей, есть телефон отеля, можно сразу посмотреть на карте, где он находится. Включаем карту, вон, видим фондром Дома Сурамана. Кстати, нормальное место, так что если будете в Риме, рекомендую недалеко от Ватикана, достаточно бюджетно. И вот так вот у вас весь ваш путь синхронизирован с почтой, это очень удобно, чтобы отслеживать таймлайн. Также, если автоматически что-то не добавилось, можете вручную все добавить. Второе, я сейчас перемещусь в Рим, там будет достаточно наглядно это все посмотреть, что можно делать в конкретном городе. Смотрим, лучшие места для посещения, Колизей, Фонтан Треви, Римский форум, Пантеон, Древний Рим, магазины с лучшей едой, современная архитектура, все это можно посмотреть. На карте вводим лучшие места и смотрим, что мы живем где-нибудь здесь рядом с вокзалом, ага, вот у нас ближайшие достопримечательности. И в общем, не нужно искать на сайтах, что нужно посетить, если ты побываешь в Риме. Вот выбираем, допустим, Колизей, сразу можно путь до него, озвонить, сайт, тут будет небольшое описание достопримечательностей, где он на карте находится, когда открыт. Смотрим, какие дни больше всего наполняемость, допустим, откроем. Воскресенье, ага, вот видим здесь столько-то, а в среду вот столько-то. Оценка, какие-то отзывы, в общем, все в одном месте очень круто. Третье, для тех, кто посещает определенные места на несколько дней и здесь уже расписаны целые планы. То есть смотрим, Рим за 72 часа, смотрим, ага, в первый день рекомендуется посетить вот этот маршрут, во второй день вот этот маршрут и в третий день вот этот маршрут. Здесь также вот можно так вот листать, что мы посетим. Нажимаем, допустим, и смотрим, ага, вот это, можно что-то пропустить по желанию. Здесь также составлены разные маршруты, допустим, римская архитектура, художники, христианские, для детей, если вы приезжаете с детьми, что можно посетить с детьми и там не будет вам слишком напряжен. Это вообще офигенно. Не нравятся встроенные планы? Составьте свой. Все сделано для вас, чтобы вам было удобно. Четвертое, это сохраненные места, это синхронизируется с картами Google. Если вы что-то сохраняете в картах Google в определенном городе, например, в Риме, здесь у нас это сразу отобразится, но это так локально, то есть можно на этом не зацикливаться. Пятое, скидки, то есть Google договаривается с некоторыми агентствами, либо с сервисами там туристическими и предлагаются возможные скидки. Я бы, конечно, перед тем, как этим воспользоваться, поизучал рынок и, может быть, нашел что-то подешевле, поинтереснее, но если вам лень и нужно сохранить время, вот можете воспользоваться вот этим. Шестое, еда и напитки, смотрим, обзор общей итальянской кухни, особенности итальянской еды, также какое-то ночное время, что вам рекомендуется посетить, лучшие места, допустим, для ужина, для семейного обеда, там, для завтраков, бюджетный, очень удобно. И последние две вкладки, самые полезные, перед тем, как что-то посетить, смотрим, Getting Around, по прибытию из или в аэропорт в Юмичино, то есть как можно добраться на поезде, на автобусе, на такси. У нас здесь сразу расписываются все компании, стоимость честная, какая должна быть, то есть чтобы вас не обманули, там, как туриста. Публичный транспорт, то есть билеты, смотрим, что есть общий билет в Риме, называется Бит, стоит 1,5 евро, там, на метро, автобусы, также метро, автобусы, трамваи, такси, сервисы, сколько стоит, смотрим, вождение, если хотите арендовать машину, пешком на велосипеде, и смотрим, что рекомендуется посещать Рим пешком, либо если хотите хотите на велосипеде, то в каком-то сервисе можно арендовать велосипед. В общем, все, что нужно среднестатистическому туристу здесь есть, что посетить, уже составленные планы за вас, не нужно ничего думать, рекомендации, транспорт, деньги обмен, все расписано, лучшие посещения, мест для еды, ваш там лайн по путешествию, чтобы не запутаться, что, когда, допустим, заезжаете, сколько лет, выселяетесь, сколько ночей, очень все удобно. Если вы не пользуетесь Gmail, но все-таки хотите как-то все это здесь составить, то можно, допустим, нажать вот тот же самый Рим и нажать на Create Crypt, составить путешествие. Смотрим Рим, когда, сколько дней, можно добавлять сразу несколько других городов, например, Флоренция, да, будем в Риме 19 декабря, заканчиваем 26, и 26, соответственно, мы уже будем в Флоренции, можно их перемещать по датам, очень удобно. В общем, как-то так. У нас есть два сервиса, которые решают основные проблемы путешествий. Это DreamSim, остаемся всегда на связи за хорошие деньги, и второй сервис – это у нас GoogleTrips. Узнаем всю информацию отсюда, куда что посетить, все очень хорошо расписано и удобно для людей. И, в общем, как обычно, если ролик был полезен, ставьте пальцы вверх, мне будет очень приятно. Пользуйтесь хорошими сервисами, не зря рекомендую, потому что все это проверено на себе и очень помогает в жизни. Спасибо, если досмотрели этот ролик до конца. Желаю вам хороших и продуктивных путешествий. И на этом все. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok